Косметология и пластическая хирургия Косметология и пластическая хирургия пришли в мою жизнь уже более 10 лет назад. В то время я заканчивала ординатуру по офтальмологии. Параллельно с этим я работала на кафедре Алтайского государственного медицинского университета. Тайм-менеджмент меня вынудил все-таки выбрать что-то одно, остановиться на каком-то одном направлении, развивать его. Началось это с небольшого салона красоты на окраине города. Потом постепенно мы развивались. И сегодня я могу сказать, что наша клиника в центре Барнаула одна из ведущих в плане эстетических проблем, которые касаются зоны лица и век в частности. Для меня очень важна эта команда людей, с которыми я работаю. То есть это грамотные юристы, бухгалтеры, управленцы, управляющие моей клиники, которые помогают мне эти все вопросы курировать. Потому что я, конечно, люблю заниматься своим делом. И для меня все-таки мое дело – это врачевание. Мы специализируемся на достаточно малотравматичных операциях и процедурах по гармонизации век и лица. Мы занимаемся и медицинскими проблемами пациентов, то есть лечим пациентов с различными деформациями век, посттравматическими. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знало о том, что можно решить какие-то проблемы, не обязательно с ними жить. Когда мы были закрыты, нам казалось, что это все для нас конец света. Пришлось привлекать кредитные средства для того, чтобы закрывать зарплату сотрудникам в эти сроки. Но я могу сказать, что мы достойно с этим справились. Мы также с моей командой врачей разработали линейку одежды для работы врачей в клинике. Такой для нас мотивирующий толчок был в виде этой изоляции, чтобы наши планы и мечты реализовать. Конечно, мы принимаем чуть меньше пациентов, чем могли бы и хотели бы это делать, но на самом деле тут ситуация и жизнь уносит свои коррективы. Я воспитывалась в семье врачей. То есть и тут для меня, в принципе, другой профессии даже не существует. Я даже не представляю, что делают люди. Ни врачи, ни учителя, все остальное для меня загадка. Основное в нашей профессии и, в принципе, в медицине – это постоянное развитие и обучение. Никогда не считать, что ты в чем-то лучше всех или знаешь что-то лучше других. Я хочу, чтобы мои пациенты реально после процедур меняли свою жизнь, меняли ее к лучшему, становились более уверенными, чтобы в них было больше сил на реализации всех своих задуманных планов. Красоты без здоровья не бывает.